здравствуйте мои дорогие зрители с вами школа рукоделия и я вика еще сегодня будем вязать мы шортики крючком вязать мы их будем снизу вверх девчонки пряжа у меня уже этикетку быстренько сняла глория обзор и ссылка на пряжу в видео под описание метраж видео под описание метраж 50 грамма 305 метра то есть 100 граммах 610 метров правильно я сказал акрил итак первым делом девчонки какую мерку нам нужно первую это вот если наши ножки хуже на ножку вот здесь вот вот это мерка обхват бедер давайте я буду прибыть возьму вот эти вот шорты чтобы вам визуально как бы вот вот эту штанинку я меряю как-то в разложенном виде где-то 45 45 сантиметров у меня то есть я набираю крючок два с половиной миллиметра потеряться вот он вот я набираю цепочку так у меня 120 воздушных петель это я так чтобы вторую потом вот 45 сантиметров здесь у меня вы помните штанинка была 22 ну в окружности это 44 45 да и округлило вот то есть давайте вот так вот нарисуем 44 сантиметра так так что хочу сказать 120 воздушных петель я помечаю чтобы вторую потом не мерять просто набрать эти 120 петель и оставить их там запоминаю тоже вот эти 44 сантиметра для проверки второй ноги теперь замыкаем мы это все дело в кольцо и вяжем столбиком с накидом ровненько пока никто новичок я не рекомендую сейчас вставлять какой-то узор я сделаю отдельное видео как обвязать фигурный край вот сейчас мы разбираем делаю две воздушные петли подъема и далее вяжу из каждой петли столбик с накидом мы разбираем саму выкройку и саму как бы конструкция этих шортов когда вы разберетесь вот если совсем уж новичок то вяжите вот просто столбиком ну и в конце можете украсить но узоры я бы пока не напрягалась вот потому что там будут разные выемки разные всякие переходы вот вяжем столбиком с накидом 22 сантиметра вот две штуки высота 7 рядов в сантиметрах это 5 сантиметров это величина у нас индивидуально то есть меряйте и теперь девчонки здесь мы помним у меня 120 петель да и берем одну десятую приблизительно от этой величины то есть нарисовал одна десятая равно 12 петель и теперь а мне вот вот две ножички у меня да значит я беру одну вот оставляю вот этот стык на боку и примерно в половине прикладываю эту вторую ножичку так нам нужно соединить эти две ножички для этого мне вот здесь вот внутри нужно соединить 12 вот этих петель одну десятую часть вот я одной спицей как бы вернее нитью соединяю так здесь мне нужно вот так как обе полустолбиками все здесь закрепляем вырезаем эту ниточку и будем теперь вязать вот смотрите вот видите у нас восьмерочка здесь мы соединили теперь мы будем вязать вот таким вот образом по кругу при этом здесь у у нас будет задняя деталь деталь зада или как тут деталь переда здесь мы будем сокращать больше делать такой вот вот так вот такой скос а здесь меньше вот таким вот образом и теперь я продолжаю вязание до вот этого стыка сейчас столбикам с накидом так так же как и вязала вот смотрите дошла я до этого места вот до момента вот он наш стык видите и здесь еще раз два я отставляю вернее не довязывая и теперь внимание 1 полустолбик с накидом 2 здесь пациент по центру чтобы не было дырки 3 и теперь с этой половинки 4 и 5 то есть здесь у нас пять полустолбиков с накидом видите теперь я их провязываю вместе то есть я 4 сократила и теперь вяжу дальше до детали переда то есть в задней то есть задней части у нас сокращается в каждом ряду 4 петли для скоса потом оно все будет видно продолжаем до по кругу сюда до передней части вот я приблизилась смотрите к противоположному краю боку в общем противоположной стороне и здесь вот теперь смотрим здесь вот наша центральная да вот она отсюда как бы связаны они отсюда мы будем вывязывать центральную петлю и по одной петли по сторонам вот как раз и получается значит теперь я вяжу здесь у нас будет 3 полустолбика с накидом 1 накид из вот этого промежутка 2 дальше у нас этого промежутка не будет и теперь 3 вот оно так и провязываем все вместе вот такие вот сокращения будут в передней части то есть далее мы вяжем вот так вот по кругу здесь мы приходят подходим сюда здесь у нас вот мы видим вот наша центральная петля две петли от нее вправо две петли после нее пять вместе да как мы делали перед этим здесь мы приближаемся вот она будет наша центральная вот она тоже самое 3 вместе вот здесь вот провязываем то есть 3 полустолбика без накида незаконченных или их провязываем потом вместе и так продолжаем несколько раз так девчули смотрим вот в передней части 1 2 3 убавление у меня по 2 петли сзади у меня 1 2 3 убавление по 4 петли вот так вот это выглядит сейчас благо в этом способе очень хорошо можно по себе подкорректировать сейчас я вам все немного расскажу если вот по 3 убавления у меня как бы для высокой посадки которая у нас как бы на поясочек ходит туда вот так вот она выглядит теперь я вижу ровно ровно и ровно и ровно и полотно опять же зависит от фигуры а если вы вяжете с низкой посадкой на бедрах да то тогда вы делаете меньше но в любом случае фигуры разные одевайте на себя если сидит все хорошо значит хорошо если если вот торчит значит надо убавлять если уже вот здесь вот туго значит не надо убавлять вот поэтому это уже вы на теле как бы меряете да сейчас я буду вязать ровно еще один нюанс вот задней части в задней половинке если у вас фигура песочные часы до очень узкая талия и пупочка то тогда вам нужно по задней вот этой линии еще сделать несколько убавление то есть чтобы деталь сходилась как бы на попе вот для этого мы делаем такие убавления как на передние детали по 2 петли то есть провязываем 3 вместе но где-то в каждом четвертом ряду вот так вот я этого делать не буду или буду наверное сделаю пару раз чтобы вам пока потом показать любом случае сейчас вижу ровно по кругу так девчули хочу вам вот показать сзади видите я делаю вот такие вот через четыре ряда я делаю вот такие вот по две петли как я вам говорила для скоса впереди не делаю просто промежуточное видео кусочек сниму чтобы вам было понятно вот хочу вам показать вот это задняя часть видите вот они эти по три петли просто провязываю две сокращать и тут идет вот такой вот плавный скос он не не крутой такой а немножечко хотя бы чтобы на талии у нас не торчало можно конечно сделать это в зависимости от у меня манекен ровный в зависимости от фигуры если у вас фигурка фигуристая вот у вас такая узенькая талия и попочка то тогда через ряд сделайте у вас будет этот скос вот такой вот больше да и тогда у вас вообще там сядет все красиво так девчули хочу вам вот показать сзади видите я делаю вот такие вот через четыре ряда я делаю вот такие вот по две петли как я вам говорила для скоса впереди не делаю просто промежуточное видео кусочек сниму чтобы вам было понятно вот хочу вам показать вот это задняя часть видите вот они эти по три петли просто провязываю 2 сокращать и тут идет вот такой вот плавный скос у меня не крутой такой а немножечко хотя бы чтобы на талии у нас не торчало можно конечно сделать это в зависимости от у меня манекен ровный в зависимости от фигуры если у вас фигурка фигуристая вот у вас такая узенькая талия и попочка то тогда через ряд сделайте у вас будет этот скос вот такой вот больше да и тогда у вас вообще там сядет все красиво так девчонки смотрите уже разметки поставила связала я видите автоматически спиночка она подвигается туда вот оно так и должно по сути быть вот сейчас нам нужно вывязать вот этот вот клин то есть росток наш так называемый вот высоты я сейчас вам скажу сколько вот ровного вязания я провязала высоту ориентировочно 13 сантиметров на это вы тоже смотрите вот здесь соединила я ряд да и теперь я буду вязать столбиком столбиком без накида поворотными рядами и так первый ряд я вижу вот начиная отсюда как я вот здесь закончила и пошла вязать столбиками без накида здесь будут ряды укороченные незаконченные поворотные вот кто смотрел мое видео спицами почему столбиками здесь потому что чтобы не было высоких как бы скачков вот здесь вот переходов не было больших так вот смотрите я подхожу к этому центральной линии до средине задней детали здесь я в каждом лицевом ряду не в каждом изнаночном ряду я не буду этого делать но в каждом лицевом я буду убирать по 2 петли по привычке делаю накид вот они значит здесь я делаю 3 полустолбика 1 2 3 и провязываю их вместе то есть три петли я сократила и вот это я буду делать через ряд в каждом лицевом ряду сейчас данный момент ну опять же девчонки это я сейчас так решила вы все-таки смотрите померите в процессе меряйте если хотите чтобы они сидели идеально все надо мерить на себя и корректировать уже конкретно по своей фигуре если отстает деталь значит убавлять если в обтяжку сильно значит не трогать и либо вообще убрать убавки так вот я довязала до вот этой вот метки моей и от нее я буду поворачивать один полустолбик делать и поворачиваюсь не буду делать никаких петель не буду делать одна петля подъема и со следующей начинаем вязать изнаночный ряд просто вяжу столбиком без накида вот почему я не хочу стать с накидом потому что здесь очень слишком большая ступенька будет и она не впишется в поясочек вот поэтому я делаю так как делаем вот вижу я до вот этой вот метки вот смотрите довязала изнаночный ряд до метки это у меня уже вылетело вот видите эти метки здесь что забыла вам сказать сколько у меня по 20 столбиков вот от средины от боковушек по 20 столбиков к центру в сантиметрах сейчас я вам скажу где-то 6 сантиметров от боковушки теперь я снова поворачивая свежу лицевой ряд и делаю в центре вот эти убавления и теперь я буду делать незаконченными рядами вот по по 4 петли по 4 столбика буду оставлять не провязанными то есть сейчас я вяжу лицевой ряд делаю здесь вот три вместе по центру и вяжу сюда в конец не довязывая 4 столбика 4 петли я не довязала теперь поворачиваю работу и вяжу в этом направлении здесь опять 4 петли не довязывая поворачиваясь отсюда по 4 петли вот так вот оставляю и передвигаю так девчонки смотрите вот я даже разутюжила и уже связала одну ложечку вечером вчера снимаю сегодня вот видите какой клин у меня образовался вот убавление сейчас посчитаю сколько всего два три 4 5 6 7 8 8 9 раз но видите то что я вам сказал в начале сколько петель здесь я делала побольше по 6 по 7 как бы петель чик я оставляла то есть более плавный скос тоже зависит от где-то 6 от 5 до 7 вот зависит от того какой толщины у вас нитки и вот и сколько петель у вас теперь я по кругу провяжу один ряд столбиком без накида сейчас сейчас просто по кругу вот сюда вот провяжу этот один ряд смотрим я провязала один ряд видите уже сравняла все все мои ступенечки видите как выглядит наш клин я потом вам специально покажу на манекене как выглядит на фигуре этот клин и что он делает и для чего он нужен далее так делаю две воздушные петли подъема и вяжу два столбика с накидом один ряд мы провяжем с дырочками для продевания нашего пояска воздушная петля одну петлю пропускаю и далее вяжу три столбика с накидом то есть вот таким вот образом по три столбика между ними дырочка я провяжу тоже один ряд вот смотрите я провязала один рядочек вот этими вот дырочками теперь я просто еще провяжу столбиком обычным без накида по кругу один или пару рядов по сути это уже зависит от пожеланий из дырочки тоже вывязываю столбик и здесь вот три так таким образом продолжаю по кругу ну я провязала всего один рядочек смотрите теперь еще один завершающий сделаю и провяжу зубчиками маленькими для этого вяжу три столбика два три делаю пико из трех воздушных петель возвращаясь в тот же столбик где я была и из него вывязываю еще один столбик то есть закрепляю эту чешечку зубчик так вяжу следующие три столбика 1 2 3 и снова снова делаю то же самое 1 2 3 и возвращаюсь последний столбик и так продолжаю по кругу и для поясочка я набрала сделала набрала цепочку из воздушных петель нужно не длины и провязала один ряд столбиком без накида все вот это такой поясочек его я разутюжу и буду продевать в дырочке также чем идет смотрите я продела все же у меня готово вот кстати видно очень хорошо что задняя деталь у нас там где должна быть с этим ростком я сейчас вам еще в конце покажу на манекене все все наглядно вот что хотела сказать вот проделая можете вот этот узор сейчас будет следующем видео завтра послезавтра вот это видео у нас про основу шорта да поэтому я его упускаем вы можете если новичок вот этими зубчиками и внизу связать и будет очень красиво можно опустить здесь и полосу узора нужно пусть здесь полосу лазу ажурное узора это уже ваши предпочтения ваши вкусы ваши возможности вашей фигуры да смотрите девчонки основу я вам дала а все остальное вы додумайте так девчонки показываю вам на манекене результат вот смотрите как они выглядят вот сейчас поверну вот это спереди вот видите а сзади сейчас я вам покажу этот росток так теперь вот наш росток его конечно видно видите уголочек но там трусов нет конечно она манекене вот такие вот они ну а вот теперь вот на что я хотела обратить внимание видите вот он вот этот клинышек который мы довязывали как бы этот росток а вот представьте если его не делать и не делать вот это как бы вот этот шаговый ту выемку которые вот представляете где будет находиться конец шортов если не делать вот этот росток поэтому девчонки обязательно его нужно делать чтобы все красиво сидела максимально хорошо и красиво все мои хорошие на этом все с вами была вика и школа рукоделия всем пока пока